Ну давай. Добрый день. Собака с нами разговаривает. Что у нас тут интересного? Самодельное прицепное для мотоблока. К классическому укреплению патшвеллер. К которому цепляется остальное навесное оборудование. Да понятно это всё. Да сошник. Ну всех стандартно это. В общем я сделал как. У меня от прицепа идет труба сплошная. Которая усилена еще двумя боковыми трубами. 33 труба. На нее я делал трубу которая подходила по внутреннему диаметру. От мотоцикла. Да. Маленько шлифовал трубу от рамы мотоцикла. То есть 33 внутренний диаметр. У нее это внешний 33. Вот. Одел ее и приварил два упора. Да у мотоцикла какой внешний? Внешний 40 по-моему. То есть толстостенная труба 4 миллиметра. Все. Так. По высоте я конечно не попал. Вот. Поэтому приварил здесь трубу. Усилил ее. Вот. Приварил еще одну 33. Она пошла непосредственно уже к креплению швеллера прицепного. Усилил ее пластиной. Вот. Так. Немножко я пролетел. Нужно было делать трубу короче. Чтобы не было рычага. Чтобы югнуло. У меня начало югнуть. В итоге я приварил сюда упор. Вот. Сюда можно маленько отработки. Чтобы не сильно снашивалось. Не так быстро. Вот. И в принципе держится килограмм 300. То есть в легкую. На нормальной скорости тянет. Так. Ну вот здесь у тебя получается вправо-влево поворачивать. Да. Здесь вправо-влево. Здесь труба по-моему 50. Пятидесятая труба. Вот. Она заглушена по краям. Металл четверка. Все это отшлифовано. Чтобы ровно ходило. Внутри стоит еще две вставки. Восьмерка. Чтобы не так разбивало. Вот. Ну в принципе сезон прошел. Пока ничего не разбило. А вот это ходит у тебя получается вот так? Да. А это полностью. То есть на 360 градусов ходит. По корову. Ну то есть чтобы вот это. Да. Еще я хочу сделать. Чтобы меньше снашивало трубу. Просверлить здесь дырочку. Приварить трубку. И туда тоже заливать отработки. Чтобы смазало внутри. Потому что я просто. Ну когда делал. Забыл смазать в торопя. А она снимается или жестко уже. Намертва. Она намертва. Ну при желании. Можно если при необходимости. Отрезать просто. И все снять. И потом переварить по новой. Этот упор. Понятно. Вот в общем. В идеале еще. Знаешь что надо сделать. Тоненькую. Был. Как бы желобочек маленький. Вот на внутренней трубе. Ну просто вот такой. Понял ты. Да. Для чего. А ты сюда масло залил. И по этому желобочку оно разошлось сюда. И оно у тебя будет всю плоскость смазывать. Ну с другой стороны да. Ну если и сотрет как бы. Она очень-очень плотно стоит. То есть я разрабатывал. Вообще кувалда. У меня настолько плотно село. Если совсем уже будет люфт. Но он будет. Я думаю не скоро. Я просто обрежу. И вставлю новую трубу. Ну чтобы не скрипело там. Да скрипит все. В идеале даже спираль. Но это уже совсем сложно. А если так вот. Маленькие желобочки. Да нет. Я как бы считаю. Ездит. Ездит. Быстро. Просто. И работает. Опять же я думаю можно если на попа поставить. Сюда капнуть с масленки. Оно туда затечет. Ничего не делать. Ну я думаю что вряд ли я буду делать вотницу. Я буду ездить так. Так ездил. Ну да. Здесь только смазывать буду. И все. Упор работал. Подольше. Ну получается. А что упор. Он же едет. Получает. Ну на скручивание оно трется. Железки снашат. Не тянет. То есть получается он же как бы вот тянет. Сюда упирается. Ну да. Там то получается. Я думаю в общем. Ну или даже не буду смазать. А. Хотя нет там как бы. Не знаю. Ну посмотреть. То есть здесь слабое место получилось. Начал огнуть. Поэтому я приварил. Хотя у меня как бы труба выходит 33. В ней еще 28 арматура. В этой трубе которая внутри. Вот внешней. И все равно начал огнуть под нагрузкой на почках. То есть если бы я сделал короче. Вот так сделал. Как бы. Ну да. Рычага бы не было. А так получился рычаг. Здесь получилось самое слабое место. Поэтому пришлось варить. А если такую же косынку. Ну то есть так вот. А зачем его здесь гнет. Где она подходит. Вот в этом месте видишь. Понятно. Где вот как раз упор. Ясно. В общем вот так. Будем заводиться. Да поедем. Ну да. Благодарим за внимание. Вдруг кому-то полезно. Вдруг. День и год.